Это новости на канале НСК-49 в студии Мария Левина. Здравствуйте и смотрите сегодня. Новосибирск впереди планеты всей. Уникальное оборудование собственными руками. Без права на квадратные метры. Куда податься инвалиду-колясочнику? С днем Валентина! Чужой праздник для новосибирских влюбленных. А теперь я и мои коллеги расскажем о самых главных событиях дня. Специалисты Риарейтинга определили позиции российских регионов по качеству жизни. Новосибирск оказался на практически почетном 26-м месте. Годом ранее мы находились на 28-м. Аналитики агентства оценивали субъекты федерации по 72-м социально-экономическим показателям, в том числе и по доходам населения. И действительно, кое у кого в нашем регионе доходы подросли. В частности, у почетных жителей города Новосибирска мэрия проиндексировала ежемесячное денежное вознаграждение этой категории граждан на 1,5%. Таким образом, с 1 января. Это ежемесячное и, вероятно, пожизненное вознаграждение составит 41 278 рублей. На официальном портале мэрии сообщается, что на данный момент в Новосибирске проживает 12 почетных граждан. Среди них экс-губернаторы Владимир Городецкий, Виктор Толоконский и митрополит Новосибирский Берский Тихон. Новосибирск может стать мировой столицей по производству уникального оборудования для энергетики. И произойти это может благодаря разработкам одного небольшого предприятия в сотрудничестве с учеными НГТУ. Почему продукция из столицы Сибири заинтересовала потребителей по всему миру и какую пользу от него может получить каждый из нас, разбирался Василий Акимов. Эти металлические конструкции не имеют аналогов во всем мире. Производят их у нас в Новосибирске и уже продают по всему миру. Стоимость каждой из них более 10 миллионов рублей. Но это пока. С начала массового производства цена будет снижаться. По сути такой инновационный бесперебойник для городов и крупных предприятий. Способный автоматически обеспечивать электроснабжение в случае аварии и экстренных отключений. Новосибирские власти уже заинтересовались этой разработкой, хотя конкретики пока нет. У нас каждое здание, которое использует лифтовое хозяйство, а это все здания выше 9 этажей, они должны быть оборудованы резервом питания, чтобы никто не завис в лифте, чтобы было возможно провести эвакуацию вовремя. Пока городские власти думают, крупные нефтяные и газовые компании уже делают заказы новосибирскому предприятию. Ведь нигде в России не производят ничего подобного. Разработали чудо-технику в НГТУ. Если кратко, то ее суть в создании бесперебойных источников питания и накопителей электрической энергии средней и большой мощности, которые могут снабжать электроэнергией промышленные объекты, а также поселки и целые города. Позволяют компенсировать резкие сбросы-набросы мощности, регулировать качество электроснабжения, частотные характеристики, повышать надежность системы электроснабжения. Для такого оборудования в нашей стране пока нет никаких ГОСТов. Благодаря нашим землякам их начинают разрабатывать. По предварительным оценкам для конструкции потребуются сотни новых ГОСТандартов. А директор предприятия мечтает о том, что наш город, благодаря их работе, станет, если не мировой, то хотя бы российской столицей по производству бесперебойников, совершенно нового направления в высоких технологиях. Новосибирск обладает уникальной возможностью стать столицей этой индустрии. Это редкое стечение обстоятельств, когда наука, производство, производители основных компонентов. Невзирая на взятый курс на импортозамещение, возрождение отечественной промышленности пока не наблюдается, отмечают многие эксперты. А разработки российских специалистов, часто не имеющие аналогов в мире, зачастую реализуются, например, предприятиями из Китая. Будем надеяться, что в случае с новосибирскими бесперебойниками, благими намерениями дело не ограничится. Палиативное отделение Барышевской участковой больницы получило солидный подарок от благотворительного фонда при поддержке крупной торговой организации. Теперь, благодаря помощи меценатов, каждый ребенок, находящийся на попечении медучреждения, может быть обеспечен кислородом в круглосуточном режиме, что значительно улучшит качество оказания медицинской помощи. Палиативное отделение в Барышево от момента его создания до сегодняшнего дня, когда необходимо продолжать закупку новейшего оборудования для пациентов, полностью укомплектовано на частные пожертвования. Медучреждению помогла крупная торговая марка, благодаря которой в отделении появился промышленный концентратор, бесперебойно обеспечивающий подачу кислорода для пяти аппаратов детских палат. А ранее колоссальную поддержку региону оказал фонд помощи хосписам «Вера», фактически основавшее отделение. Это серьезная помощь для бюджета, когда были профинансированы приобретения и ремонта, то, что вы вводите этих отделений, и аппаратура, и столовая. И вся эта красота, это было сделано благотворительными организациями, нашими и фондами, которые о содержании, заработной плате сотрудников, расходные материалы, все дальнейшее, это все, конечно, бюджеты фонд медицинского страхования. Благотворительная организация взяла на себя расходы и этапы поставки жизненно необходимой аппаратуры, начиная от заказа оборудования до бонтажа и запуска. Проект был успешно одобрен, и сегодня мы подводим его итоги стоимостью в 2 миллиона 900 тысяч рублей. Ранее мы рассказывали об инициативе Минздрава расширить понятие паллиативной помощи и увеличить количество пациентов для данных отделений. В условиях, когда палаты всегда полные и на свободные места образуется очередь, такое решение станет огромной проблемой для медучреждений. Платные же хосписы, как нам удалось выяснить, могут обходиться родственникам больного в 90 тысяч рублей всего за 10 дней нахождения в стационаре. Особенность этих заболеваний заключается в том, что они сопровождаются очень тяжкими проявлениями, которые на сегодняшний день недостаточно сопровождаются, недостаточно медицински обеспечены. И вот всплывает целый блок социальных проблем, психологических проблем. Разумеется, бюджет берет на себя содержание бесплатного паллиативного отделения, но без помощи меценатов этой услуги даже бы не возникло. В такой ситуации есть основания задуматься, немало ли внимания государство уделяет финансированию медицины, раз региональные медучреждения не могут обойтись без поддержки благотворителей. Не секрет, что медиков пациенты чаще ругают, чем хвалят. Точнее, недостатки и недоработки воспринимаются острее, часто становятся достоянием общественности. А хорошая, качественная работа врачей воспринимается как должная. Наверное, так и должно быть, но профессионалы, делающие свое дело с душой, также поры нуждаются в пощрении. Проходящая в нашей области акция «Спасибо, доктор!» как раз и направлена на то, чтобы пациенты сами выбрали лучших работников медицины. Подробности у Александра Могилина. Может, это не доработка организаторов, но о конкурсе, который называется «Спасибо, доктор!» до сих пор знают далеко не все жители региона. А он уже стартовал. Суть его проста. Лучших медиков Новосибирской области определяют не их коллеги и не чиновники Минздрава, а обычные пациенты. Например, врач высшей категории Светлана Бондаренко уже стала финалисткой за умение внятно и спокойно обследовать и объяснять диагноз. Небольшое воспаление есть, он конъюнктивит есть, он подострый, конечно, но он есть. Поэтому, значит, сейчас лечение назначу. Выбирать можно любого практикующего профессионала в сфере медицины. Узкого специалиста или терапевта, врача поликлиники или больницы, взрослого или детского. К детским, кстати, особое внимание. Детский доктор вообще лечит не только пациента, но и его родителей. Все должен объяснить, рассказать. Но вот сейчас приходится работать с медицинской информационной системой, поэтому времени на общение гораздо меньше остается, но приходится выкручиваться. За несколько дней из 390 претендентов, заявленных на конкурс, организаторы уже определили 20 финалистов. Но голосование еще не завершено. Проголосовать за любимого доктора, отдать свой голос, можно на сайте Новосибирской областной ассоциации врачей. Народное голосование завершится 16 февраля, после чего будут определены победители и призеры в двух номинациях – терапевты и узкие специалисты. Награждение медиков, выбранных пациентами, состоится 2 марта. С вещами на выход. Такой ультиматум был поставлен жительнице Новосибирска, инвалиду-колясочнику, которая занимает комнату в общежитии колледжа телекоммуникации и информатики. Бывшая сотрудница образовательного учреждения жила здесь 1989 года, параллельно ожидая получения льготного жилья в городской очереди. Но в один момент ситуация повернулась таким образом, что теперь человек с ограниченными возможностями может буквально оказаться на улице. Наталья Зыкова работала в техникуме связи нынешнем колледже телекоммуникации и информатики. В 1996 году женщина уволилась, но комнату в студенческом общежитии не покинула. Здесь она зарегистрировалась сама и прописала сына. И до недавних пор место ее обитания не вызывало никаких вопросов у руководства образовательного учреждения. И так как это было свое там руководство, я работала, мне разрешали здесь жить. И я проживала здесь. А в 2017 году колледж присоединили к институту связи, это сейчас Сибгути. И поэтому оно является муниципальным общежитием. И сказали, что они вправе сами решать, кто будет жить, кто не будет. В итоге новое начальство, войдя в положение, продлилась Натальей коммерческий договор до 23 ноября 2018 года. Аналогичный договор есть и у ее сына, студента колледжа, который также должен будет покинуть единственное жилье после окончания обучения. Вся надежда семьи была на получение муниципального жилья, в очереди за которым Наталья стоит с конца прошлого века. Еще в 2015 году она занимала 1799 позицию, а в прошлом году оказалась под номером 6378, так как произошло слияние всех районных очередей в одну общегородскую. Говорят, ничего страшного, подождете еще лет 5-7, и ваша очередь подойдет. Когда я просила, чтобы меня поставили, когда я обращалась как инвалид, то сказали до 2005 года, если бы вы успели как инвалид, то вы бы встали. А в 2005 году инвалидная очередь закончилась. Инвалидность женщина получила в 2007 году, спустя два года после закрытия инвалидной очереди. Но в запасе у нее нет 5-7 лет для ожидания, потому что выселяют ее за общежитие уже в этом году. И выселяют прямо на улицу в инвалидной коляске со всеми вещами. Как нам рассказала женщина, ни муниципалитет, ни руководство института ничего сделать для нее не могут. И уже через считанные месяцы она и ее сын станут людьми без определенного места жительства. Мы отправили запрос в мэрию города и институт связи, чтобы выяснить, возможно ли подойти к ситуации Натальи в индивидуальном порядке. Все-таки есть основания полагать, что выселение человека в адвалидном кресле из единственного жилья прямо на улицу не совсем правомерно, да и совершенно негуманно. Странные вещи происходят в Федеральной службе исполнения наказаний. Сотрудников этого ведомства подозревают в хищении бюджетных средств, выделенных на покупку раций. По данным следствия, государство нанесен ущерб в сумме 141 миллиона рублей. А в Иркутске покончил с собой замначальника регионального ГУФСИН Виктор Шевченко. Сейчас проводится доследственная проверка по статье «Доведение до самоубийства». В нашем городе, по утверждению правозащитников и родственников заключенных, в этой сфере также не все гладко. Громкие скандалы в системе ВСИН – не редкость. Периодически сотрудников Федом столовят то на взятках, то на других нарушениях. Новосибирская область не стала исключением. Так, в прошлом году в тогучении на коррупции и попытки сбыта наркотиков погорел бывший инспектор группы надзора отдела безопасности ИК-14. Руководство ВСИН старательно борется с подобными явлениями. Однако иногда получается, что страдают от них прежде всего заключенные и их родственники. Мы уже рассказывали о случае, когда в одну из новосибирских колоний уже больше года не могут передать телевизор. Администрация ссылается на то, что оформлен он должен быть как благотворительный дар учреждению. Пожертвования, вот эти благотворительности, они как-то стараются это все так усложнить, что телевизоры, ну, это очень редко, когда они попадают. Вот даже в данном случае два года не могут осужденные получить доступ к средствам массовой информации. Отмечают они и то, что требования закона расходятся с правами человека, прописанными в Конституции. Он имеет полное право, как гражданин Российской Федерации, видеть, что происходит в стране, что происходит в Новосибирской области, что происходит с согражданами. Потому что без этого он теряет часть своего личного права на свое развитие и на ресоциализацию. Потому что в итоговом режиме он все равно вернется домой. По самоправозащитников, последние годы сотрудники ВСИН стали хотя бы слышать их требования. Не редкость, когда идут навстречу решение того или иного вопроса с тем или иным заключенным. Но проблемы никуда не исчезли. И условия содержания часто далеки от прописанных в законах и нормах. Действия сотрудников колоний часто вызывают вопросы. В большинстве колоний по Новосибирской области, я говорю только за нашу область, действительно много нарушений по содержанию осужденных. Это как санитарно-бытовые нормы нарушены, противопожарные нормы и так далее. Многие рассуждают, какое нам дело до этих зэков. Сами виноваты, что там оказались. Пусть искупают свою вину. Но правда в жизни в том, что оказаться там может любой человек. И от полицейских и судебных ошибок никто не застрахован. Он тайно венчал влюбленные пары. Несмотря на запрет римского императора, Клавдия II был приговорен к смертной казни. Влюбился в дочь надзирателя, написал ей письмо с признанием. Сегодня такие письма называют валентинками, потому что священника звали Валентин. Казнили его 14 февраля 269 года нашей эры. Но большинство из нас об этих подробностях почти ничего не знают. А трагический день давно превратился в праздник всех влюбленных. И хоть речь о католическом святом отмечает дату едва ли не во всем мире. Новосибирск не исключение. Слишком ярких и громких мероприятий, посвященных Дню всех влюбленных, на этот раз в Новосибирске практически не было. Похоже, праздник со временем становится более интимным и даже семейным. К примеру, многие пары специально выбирают именно этот день для того, чтобы узаконить свои отношения. Просто после Нового года решили давать, ну почему бы нет, почему бы не на 14 февраля, да, так красиво. Как бы день влюбленных, ну и, собственно говоря, двое влюбленных. Традиционные валентинки и подарки своим половинкам стараются дарить все новосибирцы. И не имеет значения, что праздник пришел к нам из католических стран. От европейцев мы явно отличаемся, поскольку практически все опрошенные нами горожане подчеркнули, чувство важнее материальных ценностей. Это даже не важно, какой я подарок. Главное уделить внимание, какой-то парфюмку, так сказать, будет там. Любой подарок, что для мужчин, что для женщин, хорош тот, который будет долго напоминать о том, кто этот подарок дарил. На мой взгляд, цветы и прочие вещи, которые поставил, они через два дня закончились, это все очень сомнительно. Но, конечно, чаще всего молодые люди 14 февраля отправляются в цветочные салоны. Продавцы уже знают, что посоветовать. Самое любимое, то есть в это время года, это тюльпаны. Потому что это первые весенние цветы, они очень нежные, они очень свежие. И также красные розы, как знак пламенной любви. Впрочем, главное в этот день не только подарки и не столько подарки. Главное – это то, о чем не обязательно говорить словами. Впрочем, слова порой тоже нужны, если они говорят о любви. Японский взгляд на окружающий мир, при этом весьма нестандартный даже по меркам этой далекой страны. Познакомиться с ним можно на открывшейся в нашем городе фотовыставке именитых японских авторов. Называется она «Созерцая границы». На ней представлено 58 работ, отличающихся нестандартным взглядом на мир. С подробностями Василий Акимов. Оригинально и со вкусом. Именно так можно охарактеризовать работы японских художников, представленные на открывшейся в художественном музее выставке «Созерцая границы». Проходит она в нашем городе уже не впервые, но каждый раз удивляет сибиряков свежестью взглядов фотохудожников из страны восходящего солнца. Вот эти фотографии как раз и открывают нам мир, внутренний мир японских фотографов. Представленные фотографии вызывают различные чувства. Кому-то они совсем не понравятся, кто-то придет в восторг. Тематика весьма обширна. От обычных бытовых ситуаций и людей буквально с улицы, до неких абстракций и постановочных съемок. Железнодорожная серия, она очень японская. Вот японский взгляд на мир, где кажется, что самое главное, это совсем другое, что где-то с краем находится. На Сибирск попали лучшие из японских фотохудожников. В Японии с 50-х годов прошлого века в Международный день фотографий проходит конкурс молодых талантов, внесших, по мнению компетентного жюри, ценный вклад в развитие культуры фотографии. Одна из номинаций носит название «Подающие большие надежды». Шестеро победителей конкурса этой категории и представлены на выставке. Организаторы выставили работы по технической и эстетической манере весьма не схожие. Так, Харумити Сайто любит светлые, греющие душу пейзажи, где много солнечного света и радости. Рюити Исикава воспевает родную Окинаву. Сэя Накайи специализируется на железнодорожной тематике. Но, пожалуй, оригинальнее всех Сахэ Несина представлены серией «Диорама Мэп». Это панорамные виды мегаполисов мира, снятые с высоты птичьего полета и смонтированные из множества фрагментов. Кстати, организаторы в Новосибирске отмечают, что некое родство между японской и русской душой все же есть. К нам приезжал замечательный японский художник Хироаке Мияма. И я что-то нашему водителю объяснял, а Мияма ни слова не понимает по-русски. И он вдруг почувствовал, понял, о чем мы сейчас говорим. По задумке у строителей, выставка дает возможность проследить основные направления развития фотоискусства Японии на современном этапе и сделать культуру далекой от нас страны восходящего солнца чуть ближе к сибирикам. И у нас на этом все. Наши новости всегда на сайте www.nsk49.ru. Ваши мы ждем в рабочее время по номеру 220-2105. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok